Здравствуйте, уважаемые друзья и дорогие коллеги! Мы с вами снова на канале Психфарм ТВ, который всегда на вашей стороне. И благодаря нашей эмблеме, нашему девизу «Завожимых, оплакив и мёртвых, разбивая молнии», мы продолжаем рассказывать о самых важных проблемах, которые связаны с психиатрией, работой головного мозга, лечением различных психических расстройств. Продолжаем рассказ об антипсихотиках. Сегодня наш ролик посвящён исключительно этому препарату, он называется «Зипразидон» или «Зельдокс». «Зипразидон» в свете двухцелевой модели. Что такое двухцелевая модель, мы уже об этом рассказывали, тем не менее, нужно повторить для тех, кто об этом не знает. Вообще говоря, формируется шизофрения, современная гипотеза. Формирование происходит из-за того, что в мезолимбической системе активность дофаминовых нейронов повышается, бред и галлюцинации возникают, а вот в мезокортикальном пути, в префронтальной коре апатия, социальность, там снижение активности дофаминовых нейронов. Значит, фактически шизофрении можно представить в виде двуголового дракона. Одновременно происходит повышение активности дофаминовых нейронов и снижение активности дофаминовых нейронов в головном мозге. В результате возникают продуктивные симптомы бред и галлюцинации. Вообще, психиатрия, она богата различными синонимами. Когда говорят продуктивные симптомы психоз, то вообще-то это имеют в виду, как правило, бред и галлюцинации. И негативные симптомы, видите, это там социальность, апатия. Так вот, как правило, конечно же, поскольку лечить вот такую шизофрению очень-очень сложно, на двуголовую, то, как правило, речь идет об одноцелевой модели лечения шизофрении. При этом, какая цель является основной? Как правило, основной является цель это лечение продуктивных симптомов. В этом, на самом деле, нет ничего плохого. Мы уже говорили об этом, что это действительно очень-очень важная цель, потому что именно в продуктивных симптомах бреду, в галлюцинациях человек опасен для себя, опасен для окружающих. Он там теряет работу, теряет нейроны. То есть, действительно, это важно очень лечить. И лечится это все при помощи существующих препаратов, которые действуют следующим образом. Вот обратите внимание, они прерывают связи между дофаминовыми нейронами. Как общаются два дофаминовых нейрона, которые перевозбуждены? Один испускает дофаминный нейромедиатор, он доходит до следующего нейрона, находит постсинаптические дофаминовые Д2-рецепторы, прикрепляется к ним, возбуждает следующий нейрон. Что делают препараты, которые называются антагонистами Д2-рецепторов? Они прикрепляются к этим самым постсинаптическим Д2-рецепторам и не дают действовать дофамина. При этом сами они эти нейроны не возбуждают. В результате у нас с вами прекращается активность дофаминовых нейронов. Дофаминовая активность снижается, проходит бред и галлюцинации. Ну, надо вам сказать, мы много ссылаемся на русского штефансталь Сергея Николаевича Масалова, но уж вы извините, но он является патентованным в нашей стране специалистом по тому, как взвешивать различные препараты. Действительно, препараты могут серьезным образом отличаться по тому, как они связываются с этими Д2-дофаминовыми рецепторами. Один может сильнее связываться, другой слабее. Один может на длительное время связывать эти рецепторы, а другой прикрепится и уйдет куда-нибудь в сторону по каким-нибудь своим делам. Поэтому, конечно же, очень важно знать, какой препарат сильнее, какой мощнее, потому что от этого зависит выбор препарата для лечения психоза. И вот обратите, пожалуйста, внимание, зипразидон в 10 раз, это по данным Сергея Николаевича Масалова, слабее галлоперидола, и в 20 раз респиридона, если судить по эквивалентным дозам. Что это, собственно говоря, означает? Ну, кто-то скажет, ну и подумаешь, в 20 раз слабее респиридона. Ну, обратите внимание, если мы возьмем упаковку зельдокса, 1800 миллиграмм, там в этой упаковке всего содержится, я имею в виду, во всех таблетках, которые там находятся, это все стоит 4198 рублей. Но вот это 1800, поскольку это в 2, 20 раз слабее респиридона, соответствует 90 миллиграммам респиридона. Ну, во всяком случае, так считает Сергей Николаевич Масалов. Но ведь респиридон, это причем брендовый респиридон, не какой-то респалет, не какой-то там респиридон, который, ну там, я не знаю, там северная звезда, или еще чего-нибудь, который стоит вообще копейки. Так вот, 90 миллиграммов респиридона брендового стоит 353 рубля. Это в 12 раз дешевле. Возьмете какой-нибудь дженерик, респиридон будет еще раз дешевле. Получается, что на самом деле лечение психоза при помощи зельдокса это очень и очень дорогое удовольствие. И вообще непонятно, зачем это все нужно. Ну, конечно же, у нас в России, вот многие психиатры думают, что психиатры очень бедные, у них не хватает лекарств. Это не так. Не все психиатры бедные. Есть, например, главный психиатр Москвы Костюк, который может позволить себе еще более дорогие препараты, чем зельдокс. Мы об этом рассказывали. Пожалуйста, посмотрите. Это очень и очень интересно. Так что действительно есть такие люди, которые могут себе позволить выбрасывать деньги на ветер. Большинство, к сожалению, психиатров это позволить себе не может. Конечно же, назначение дорогого, дорогущего зельдокса при лечении психоза, когда есть аналоги, дешевые и вполне работоспособные, конечно же, на самом деле, это не очень интересный ход и не очень интересная забава. Вторая цель антипсихотика, это, конечно, вот вторая голова, это так называемые негативные симптомы. Вообще, конечно же, в идеале должны быть препараты, которые могут влиять как на одну, так и на другую голову. Я уже сказал, почему это очень и очень сложно, потому что, с одной стороны, надо повышать активность дофаминовых нейронов, а с другой стороны, снижать активность дофаминовых нейронов. Это очень и очень сложная задача, потому что, еще раз говорю, эти процессы происходят одновременно, просто в разных участках головного мозга. Так вот, такой возможностью влиять на вот эту голову, негативные симптомы, в настоящее время обладает только один препарат, который называется Солиат. Мы о нем обязательно будем рассказывать и сравнивать его еще раз с дипразидоном, еще раз довольно подробно. Что нужно здесь обратить внимание? Что в показаниях есть вот эта вот очень важная фраза у пациентов с преобладанием негативной симптоматики. Вот вы у многих препаратов можете увидеть с преобладанием позитивной, то есть при преобразительной, негативной симптоматике подчеркивают это, что и так, и так можно. Но вот у пациентов с преобладанием негативной симптоматики показания только у Солиана. Отличается от остальных препаратов механизмом действия. Мы о нем, в этом механизме действия рассказывали. Есть так называемые прессинаптические Д-2 дофаминовые рецепторы, они посинаптические, прессинаптические. Вот они являются регуляторными. Это, в принципе, саморегулирующая система дофаминовых нейронов. Стало дофамина много, действует дофамин на эти пресинаптические рецепторы, и количество дофамина снижается. Так вот, солиат в низких дозах имеется в виду 300 до 300 миллиграммов, как правило, прикрепляется к этим самым пресинаптическим Д2-дофаминовым рецепторам и прекращает возможность вот этого действия, собственно говоря, тормозящей системы. Представляете, дофамин безотказно выходит наружу, и, собственно говоря, сам действует, это очень важно. Не препарат действует, а именно настоящий дофамин действует на постсинаптические Д2-рецепторы, что, конечно, повышает активность дофаминовых нейронов. Абсолютно ясно, что у зельдокса такого механизма действия нет. Вы можете, пожалуйста, обчитаться всю его инструкцию, там нигде не говорится о том, что он действует на пресинаптические Д2-дофаминовые рецепторы. У нас что с вами получается? Получается, что зельдокс является на самом деле бесцелевым или беспонтовым препаратом, потому что его трудно использовать при лечении продуктивности. Конечно же, кто-то скажет, ну ведь все-таки можно, если у вас есть большие деньги. Можно, конечно, если у вас есть большие деньги, поэтому, если хотите, можете называть его одноцелевым, слабым одноцелевым препаратом. Но уж при лечении негативных симптомов точно его использовать невозможно. Поэтому, конечно же, вот такой препарат, он мало кому нужен. Самое интересное, что у этого препарата есть еще одна очень такая важная каверса. Что это за каверса? Для того, чтобы эту каверсу разыскать, надо, конечно же, обратиться к инструкции препарата, которая есть не в нашей стране, а есть, например, в Соединенных Штатах. Ну, потому что там, как вы понимаете, инструкции написаны более точно. Мы еще вернемся к инструкциям. И вот здесь сказано, что при выборе альтернативных методов лечения, состояния требующих лечения, да, извините, это перевод гугля, врач должен учитывать большую способность депразидона удлинять интервал КУТЭ по сравнению с некоторыми другими нейролептиками. Удлинение интервала КУТЭ, мы сейчас об этом поговорим, у некоторых других препаратов связано со способностью вызывать аритмию, типа от поворота на ножки и полиморфную желудочковую тахикардию с потенциальным летальным исходом и внезапную смерть. Во многих случаях это привело бы к заключению, что сначала следует попробовать другие препараты. То есть, прежде чем использовать вот этот вот слабенький зельдокс и дорогой, при лечении, конечно же, продуктивных симптомов, не негативных, конечно же, нужно использовать, попробовать другие препараты. Однако, пока неизвестно, вызывает ли зепразидон пируэтную желудочковую тахикардию или увеличивает частоту внезапных смертей. Ну, то есть, говорят так, смотрите, удлиняет интервал КУТЭ. Мы сейчас рассмотрим этот побочный эффект. Но неизвестно, вызывает ли внезапную смерть. Вот если бы вызывал внезапную смерть, тогда, конечно, вместо зепразидона надо было рассматривать другой препарат. Ну, что можно сказать? Одно слово, американцы. Надо вам сказать, что Food and Drug Administration, это Администрация Соединенных Штатов по контролю качества пищевых продуктов и лекарств, оно обязало фирму Pfizer произвести специальное исследование, направленное на выяснение, насколько этот самый зепразидон удлиняет интервал КУТЭ. Вот здесь вы видите, 10 это граница чувствительности метода. Действительно удлиняет, обратите, пожалуйста, внимание, то есть выше этой самой границы чувствительности метода. На первом месте отнюдь не зепразидон, а наш обычный сонопак стеридозин, который более опасен. Мы об этом уже вам рассказывали. Теперь, что же такое интервал КУТЭ? Вот интервал КУТЭ, вот вы здесь его видите. Это интервал, который от начала зубца КУ и до окончания зубца Т. Самое важное, чтобы вы себе уяснили, что длительность этого интервала зависит от частоты сердечных сокращений. Чем частота сердечных сокращений, если вы посмотрите таблицу справа, чем частота сердечных сокращений меньше, тем удлинение интервала КУТЭ длиннее. А это опасно, мы сейчас расскажем, чем это опасно. Поэтому вообще на практике, для того, чтобы избежать зависимости от числа сердечных сокращений, используют так называемую формулу Базетта. Вот на формулу Базетта ориентируются, и там есть норма. То есть независимо от частоты сердечных сокращений, какой бы пульс ни был, нормальное значение у мужчин должно не превышать 430 миллисекунд, у женщин чуть выше 450 миллисекунд. Вот это норма. Если выше, выходим за границы норм. Так вот, чем же опасен интервал КУТЭ? Обратите, пожалуйста, внимание, возможные последствия. Само по себе удлинение интервала КУТЭ не опасно. Но на фоне удлинения интервала КУТЭ увеличивается так называемый риск развития аритмии по типу пируэта. Кто хочет, посмотрите кардиологические исследования по аритмологии. Очень интересная, между прочим, аритмия по типу пируэта. Редко вот это аритмия по типу пируэта, 10% случаев, то есть не у всех. То есть 90% выживут, а у 10% это перейдет в фибрилляцию желудочков. Но вот фибрилляция желудочков, если вы находитесь вне лечебного учреждения, это, как правило, внезапная смерть. То есть это, в общем, здесь от смерти, к сожалению, не уйдешь. Поэтому, прежде всего, при, конечно, назначении зельдокса следует контролировать интервал КУТЭ. Но самое интересное, что вот в этом описании, где говорится о том, что да, зельдокс удлиняет интервал КУТЭ, да, показано, насколько он удлиняет. Конечно же, у других препаратов описана внезапная смерть, поэтому надо опасаться. Но, вы помните, у зельдокса вот этой внезапной смерти описано якобы не было. Вы знаете, мы не стали, честно говоря, далеко ходить. Мы залезли в помед, значит, и провели там очень буквально быстрый поиск. Ну, честно говоря, вы знаете, у нас мало сотрудников, у нас мало денег. Вот мы вас просим, пожалуйста, спонсируйте нас, пожалуйста, впечатляйте. На что мы расходуем эти деньги? Ну, хотя бы для того, чтобы нанять какого-то сотрудника, который бы проводил углубленный анализ научных данных. У нас нет, к сожалению, на углубленный анализ научных данных. Но, тем не менее, вот даже с первого раза мы нашли описание случая, когда после внутримышечной инъекции зипразидона в дозе 20 миллиграммов человек умер вот от этой самой, скорее всего, аритмии, скорее всего, от фибрилляции желудочков, связанной с удлинением интервала КУТЭ. Конечно же, этот человек умер не на чистом зипразидоне, а до этого была достаточно серьезная полипрагмазия. Он принимал и галоперидол в инъекциях, то есть, это на самом деле и палиперидон принимал, пролонг, то есть, он принимал, по крайней мере, еще два антипсихотика. Этот человек до своей смерти и, наконец, его третьим зипразидоном добили. Но говорить о том, что в настоящее время не существует описания смерти на азипразидоне от удлинения интервала КУТЭ, я думаю, что это не совсем правильно. Итак, возникает вопрос. Перед нами препарат. Если его использовать как слабый одноцелевой при лечении психоза, это очень и очень дорого и нерационально. Есть другие препараты, которые эффективнее и стоят дешевле. При лечении негативной шизофрении он не годится. Да еще, конечно же, угрозу удлинения интервала КУТЭ, то есть, побочных эффектов. Куда же его засунуть? И вот здесь мы говорим о том, что есть, существуют так называемые, ну, скажем, мы их говорим, маркетинговые антипсихотики. То есть, продажи которых существенно зависят от того, как работает маркетинговый отдел, который, собственно говоря, впаривает этот препарат. То есть, маркетинговый отдел на фармацевтической компании. Вот если такой отдел напряжется, то получаются следующие интересные данные. Ну вот, обратите, пожалуйста, внимание, как эти данные получаются. Если мы посмотрим показания для назначения зипразидона, который есть в Соединенных Штатах, то мы увидим, мы сейчас касаемся только шизофрении, еще раз говорю, потому что показаний у нейролептиков может быть несколько. Мы об этом тоже будем рассказывать. Но сейчас мы касаемся только шизофрении. Геодон, это так называется зипразидон в Соединенных Штатах, показан для лечения шизофрении. Обратите, пожалуйста, внимание. Для лечения шизофрении. Открываем наш отечественный справочник и видим, что он показан для лечения шизофрении и других психических расстройств. Откуда появился это других психических расстройств? Конечно, это маркетинг. То есть, маркетинг на самом деле может все. Более того, если мы кликнем, вот открыть список кодов МКБ-10, то мы здесь видим и шизофрению, и шизотипическое расстройство, привет, вял текущий шизофрении, и хронические бредовые расстройства, и остроприходящие психические расстройства, и шизофективное расстройство, и неорганический психоз неуточненный, который к шизофрении все это не имеет никакого отношения. Вот как маркетингу удалось так расширить показания для использования препарата, конечно, я думаю, остается секретом Полишинеля. Но, что еще есть интересного в этой инструкции, так то, что там совершенно нет упоминаний о удлинении интервала КУТЭ. То есть, никакого, вот если, я имею в виду, никакого, что вот в Соединенных Штатах там четко совершенно сказано, что удлиняет интервал КУТЭ, и что надо все равно об этом знать при назначении, вроде бы не дает смертельных случаев, на самом деле, как вы видите, дает, поэтому это надо принимать во внимание, здесь такого абсолютно нет. То есть, выбирайте, никакого отношения к интервалу КУТЭ это все не имеет. Конечно же, вот такой подход к продвижению антипсихотиков на отечественном рынке, он очень и очень плохой. Потому что он дезориентирует практических врачей. Ведь они что думают? Они думают, появился препарат. Препарат дорогой, значит хороший, потому что плохие препараты дешевые, а хорошие дорогие. И начинает назначать куда ни попадя, если у них, конечно, есть на это деньги. Ну, понятно, что это все очень и очень плохо, поэтому я вас и прошу, подписывайтесь на наш канал. Кто еще вам будет рассказывать про эти все козни различных фармацевтических компаний, которые вот таким образом двигают свои психотропные препараты? Пишите комменты, ставьте лайки, становитесь спонсором нашего канала. Как всегда, в конце нашего ролика я вас прошу, если вы хотите, конечно же, можете нас отблагодарить. И реквизиты, счеты вы найдете в описании этого ролика. До новых встреч!